Девушки отдыхают Девушки отдыхают «Садись,ись,ись...» «уй7 почему же с whereasола» « NEhe way...» «Не stay... snow...they stay» « produit longtemps, teraz…» К нам в 3 часа 14 минут в дежурную часть по телефону 101 поступило сообщение, а сообщение поступило от дежурного по зданию, где произошел пожар. Он говорил, что офисное здание, которое принадлежит Харьковский торговый дом по улице Сумская 39, произошел пожар. Очаг пожара находится в районе чердачного помещения или на пятом этаже. Туда сразу же было направлено 4 автоцистерны. По приезду было установлено, что из окна пятого этажа видно открытое пламя и дым выходит из-под крыши данного здания. Туда была дополнительно вызвана еще техника. Итого там в ликвидации пожара принимало участие 13 единиц автоцистерны и 10 единиц специальной техники. Это имеется в виду и автолестницы, автоподъемники и 50-метровая автолестница. В том числе и служба газодымозащитной службы, которая перевозит специальные аппараты для защиты органов дыхания, в которых наши ребята работают при ликвидации таких чрезвычайных ситуаций. И уже в 6 часов 10 минут пожар был локализован. И в 9 часов 13 минут пожар был полностью ликвидирован. Сложность. Площадь пожара, когда наши ребята приехали, горела внутри перекрытия чердачного помещения, перекрытие, которое перекрывает пятый этаж и чердачное помещение, на площади около 150 квадратных метров. И три помещения на пятом этаже, значит, площадью около 60 квадратных метров. Сложность в чем состояла, почему такое количество времени, понадобилось такое времени. Дело в том, что это здание старых построек и внутренние перекрытия перегородки деревянными с пустотами. И для того, чтобы уже в 6 часов 10 минут пожар был локализован, то есть горение было приостановлено и ликвидировано. Но необходимо было проверить все помещения на пятом этаже и помещения все, естественно, которые прилегали к наибольшему горению, и помещения на четвертом этаже, в том числе, включая и третий этаж. Потому что огонь мог распространиться по данным пустотам и на нижележащие этажи. Но я хочу сказать, что кровля данного здания практически не пострадала. Удалось быстро ликвидировать данный пожар. И в том числе из людей никто не пострадал. Начиная уже с 3 часов ночи, там работала наша оперативная группа, в том числе работала оперативная следственная группа УВД Харьковской области. В данный момент сейчас также там работают и будут завершать эту работу по установке причины и убытки, которые там нанесены. Это оперативно-следственная группа МВД. В 4.30-4.40 я прийшел и увидел, что у нас офис выиграл в щенке. Что можно сказать с приводованием этой пожар? По-перше, прийти до офиса можно только двумя шляхами. Або через 5-й повар, где черговый, або по пожежной дробине, которая расширена на стене, прийти до окна нашего офиса. В офис выиграл, в офисе находилась рабочая архтехника, столи, теплые речи, медикаменты для потреб Майдану, которые принесли граждане. Также грошовые кошки, которые также принесли для потреб Майдану. Можно сказать только, что грошовые кошки было близко 10 тысяч. Векно, звичайно, разбито, біля векна эксперты нашли разбитую пляшку. Ну так, это или нет, будем ждать выяснений экспертов. Ну, я могу сказать, что на протяж двух-трех тижнів постійно были по телефону погрозы. И физические расправы, и снищение офису. Десь тижня-два назад у нас была rozmога с нашим арендодавцем, який наполеглого просил нас из этого офиса заехать, звольнити офис. Пояснилось, что на них действует тиск місцевая влада. Я думаю, что это акт залякувания. Можно сказать, что я думаю, что погрозы были от местной влады, поэтому не исключено.